Приветствую вас, друзья и гости канала. Всех вас с Рождеством. Сегодня 7 января. И это повод хороший поработать и показать вам хорошие варианты, которые вы можете приобрести в городе Сочи. И знаете что? Я собрался сейчас ехать в Лоу и снимать дома. Но посмотрел, что с Донской до Лоу мне дорога показывает без малого всего лишь, знаете сколько, час сорок. И это всего лишь, чтобы вы понимали, на секундочку 22 километра. Я думаю, нет, думаю. Я не готов провести Рождество в дороге и тем более просто стоять в пробке, там где-нибудь, не знаю, где реверсивное движение и так далее. Так вот, и тут же мне позвонил один застройщик, он говорит, Макс, приезжай ко мне в гости. У меня есть хорошие дома. Твоим клиентам, твоим потенциальным покупателям понравится 100%. Поэтому заезжай и сними. Я говорю, цена, ну я привык, что там все они начинают от полтинника, знаете, как я вчера снимал, полтинник и выше. А он говорит, Макс, ну там цена нормально, адекватно. Приезжай, посмотри. Я приехал, посмотрел. Я еще вовнутрь не заходил. Сейчас я зайду, но мне уже нравится. Давайте попробуем с вами переключиться. Бульк. Опаньки. Ну что, давайте посмотрим, что же у нас такое. Домики в стиле хай-тек. Всего 4 дома. У каждого дома от 0,03 до 0,04 земли. Сразу говорю, ценник домов. Один дом есть по акции, который ближе к дороге. Наверное, вот в этом мы с вами находимся. Он стоит 35. Остальные стоят 37 500. Что мы получаем? Мы получаем, в принципе, интересные-интересные дома. Давайте попробуем зайти вовнутрь и посмотреть, что из себя представляет. Сразу говорю, мы находимся с вами на улице Донская. Здесь действительно в пешей доступности школы, детские сады, магазины, всевозможные пятерочки и тому подобное. Площадь домов всего лишь 150 квадратных метров. Ну как всего лишь? Если честно, сейчас большинство из вас, которые ко мне обращаются с вопросами, они все, в принципе, хотят дом 150. Никому не нужен 350 и тому подобное. Потому что дом нужно что? Зимой нужно согревать, летом нужно охлаждать и так далее. Самое интересное, что в данном доме все коммуникации центральные. Что это означает? Канализация центральная, свет 15 киловатт. Ну и в целом и газ уже сюда подведен и заведен. Первый этаж, ну обычный типовой этаж. Кухня, гостиная. Я думаю, даже если кому-то прям нужны масштабы, можно, мягко говоря, эту перегородку убрать. Потому что она ненесущая. И вот получится прям кухня-гостиная большая. Здесь у нас санузел. И здесь у нас гостевой дождь. Я вот, например, если я себе дом бы покупал, я бы вот эту стену полностью бы снес бы. Третью часть тоже бы снес, чтобы ты заходил и прям оказывался прям в такой большой-большой-большой-большой комнате. Теперь, что касается, что касается в целом. Высота потолков 3 метра. Это уже стандарт для Сочи. Потому что раньше, например, дома строили. И, например, у ваших родителей, там у моих родителей там высота потолков. Редко когда было 2,5 метра. Построен из керамзитового блока. Не путать с шлакоблоком. Ну и, конечно же, вот этот дом, например, 150 квадратных метров, его хватает, по сути, за глаза. Потому что огромный-огромный санузел. Хорошие, полноценные спальни. Действительно, хорошие спальни, ребят. Вот я могу сказать, что прям реально хорошие. И спален у нас вид на море. Вид на соседний дорогой домик. Посмотрите, спальня реально большая. Также мы видим с вами еще одну спальню. Тоже спальня просто огромная. Такая, какая и должна быть спальня. То, знаете, я сейчас блиновать снимал. Там просто жесть. Там спальни в три раза меньше, чем вот эта. Ну и, конечно же, есть возможность выйти на балкон. С балкона у нас тоже сразу вид на море. Такой-то заборчик, да? Вроде по мелочи, по мелочи. Но вот именно сделан так. Я, кстати, тоже в этом году поставил цель все-таки построить пару домиков сам, лично. Все попробовать через себя и поставить на продажу. И вот тоже сейчас смотрю, какие все-таки. И вот эта спальня поменьше. По итогу что мы имеем? Мы имеем три полноценные с вами спальни. Теперь, что касается паркинга. Многие спрашивают. Ну вот, смотрите, есть ворота. Спокойно можно заехать. В принципе, дорога всегда комфортная. Я, не напрягаясь, доехал. Единственное, что вот здесь вот кусочек земли. Непонятно, что здесь может построиться. Внизу у нас те самые гаражи. И сегодня я снимал для вас квартиру вот в том домике. Это жилой комплекс, который называется Мердиан. И квартира там с ремонтом, получается, обходится за, не знаю, за 38 квадратных метров 9,5 миллионов рублей. Смотрите предыдущий видеоролик. Здесь же, в принципе, все получилось очень даже хорошо. 150 квадратных метров со всеми коммуникациями. Я думаю, что вот именно такого размера хватит любому из вас. Ну, действительно, три спальни. Плюс внизу еще есть гостевая такая комнатка. Да, при желании вместо гостевой комнаты можно сделать, например, ту же самую баньку. И, в общем, ну и цена. Вот акционный дом будет стоить 35. Они все дома здесь одинаковые. Ну, а без акции у нас 37 500. В целом, лично я остался довольный. Мне здесь все понравилось. Я попробую сейчас еще попасть на другой дом. Посмотреть, может, там что-то еще даже лучше будет. Но этот дом мне однозначно зашел. Ну, прям 100%. Самое главное зашла локация. Это вам не лов, это вам еще не что-нибудь. Опять же, у нас распашные ворота. Спокойно можно себе поставить два автомобиля. Ну, а если вдруг вам хватает один автомобиль, то можете здесь организовать себе бассейн. Ну, не знаю, мне лишь нравится. Не знаю, что скажете вы. Пока мне здесь все нравится. Ладно, давайте попробуем попасть в еще один дом. Еще раз, ребят, вот на школу. Вот они, домики. И вот сейчас нашел тот дом, который действительно мне уже заходит. Потому что вот он. Гараж. Реально полноценный гараж. И да, здесь в отличие от предыдущего дома ступенечки. Но, ребят, мне почему-то прямо здесь комфортнее. Потому что гараж, наверное, в доме должен быть. И, например, если забор немножко сделать другой, у нас открывается такая-то видимость на море. Опять же, здесь можно сделать беседку. Либо здесь можно достроить баньку. Все, ребят, этот дом самый бомбический. Да, пускай он стоит немножко подороже. Он стоит 37 миллионов 500 тысяч рублей. Но он реально крутой. И посадить можно все, что вашей душе угодно. И да, единственное, что этот дом рядышком смущает. Но в целом в Сочи везде так. Блин, классно. Вот этот дом мне нравится больше. Внутри он, конечно, будет одинаковый с предыдущим. Я думаю, мы сюда не сможем сюда с вами попасть. То есть в своем желании. Но если попадем... Не, не попадем. Внутри он будет абсолютно одинаковый. Но видовые характеристики у этого дома лучше. Но вот этот дом, который мы изначально с вами смотрели, он такой более приватный, знаете. Там вот эти многоэтажки ты не ощущаешь. Поэтому выбор есть. Здесь уже вам решать, что вам больше по душе. Вот здесь тоже, да, хороший домик. Здесь уже вам решать лично. Но вот этот дом с гаражом, блин, мне зашел. Блин, просто бомба, ребят. Просто бомба. Я мечтаю, чтобы у меня был гараж. Чтобы там удочки были и тому подобное. Действительно хочется. Хочется, хочется, хочется. Хотя давайте все-таки попробуем посмотреть еще один дом. Раз уж что-то пошло. Кстати, особенность этого дома, что здесь можно спокойно ставить автомобили один за другим. И тоже здесь, в принципе, будет все очень даже комфортно именно в плане проживания. Вот в этого дома, наверное, у нас земли гораздо-гораздо больше. Здесь уже можно уже придумать что-нибудь с бассейном. И давайте попробуем зайти вовнутрь. Здесь уже в доме уже есть штукатурка. Все у нас отштукатурено. С белыми стенами смотрится, конечно же, уже все по-другому. И, кстати, он за эти же деньги продается уже отштукатурено. Вот это, думаю, кстати, тоже удобно. Именно в плане парковки. Парковка, конечно, здесь просто бомба. Ну и вот так же здесь мы видим с вами санузел. Такие же у нас одинаковые три полноценные спальни. Ну и, наверное, самое главное, сейчас мы с вами попробуем выйти на балкон и посмотреть, какой же у нас открывается вид. Вид в этом доме также на море. Кстати, вот этот домик такой более видовой. Тот дом еще выше находится, там вид еще круче. Поэтому, ребят, выбор есть. Смотрите сами, что вам больше нравится. Ну, наверное, я бы, наверное, все-таки проголосовал за дом, который с гаражом. Опишите, что вы думаете по этому поводу. Мне реально интересно. Не просто так вас спрашиваю ваше мнение. Мне лично нравится. Да, и вот уже с отштукатуренными стенами, конечно, вид уже абсолютно другой. Вот как бы так. Поэтому этот дом тоже имеет свои плюсы. Потому что, говорю, ну вот посмотрите, да, например, можно хоть три машины припарковать. Тоже я проблем в этом не вижу. Ну, вполне себе достойно. Тоже, видите, уже сделаны электрические наворота. И это, конечно же, не может не радовать. На этом мы с вами прощаемся. Желаю всем хорошего настроения, добра и пока. Продолжение следует...